Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, вы на канале Мотохайкер. Блин, если честно, я уже забыл, как снимать видос и как включать камеру. Сейчас просто была такая небольшая, длительная... Ну, как сказать небольшая? Длительная пауза. В несколько месяцев я вообще ничего не снимал. Сейчас просто расскажу, ребята, почему я этого не делал и вообще, какие у меня планы на будущее. Да, то есть, после того, как я съездил в Скандинавию, это было путешествие в 7500 километров, то есть, я проехал всю Швецию, Норвегию, то есть, я поехал с юга на север через Швецию, доехал до Нордкапа и потом по западному побережью вернулся как бы вниз. Ну, опять же, там есть нюансы, я не всю Норвегию зацепил, оставил кусочек, скажем так, Норвегии на потом, потому что, ну, я уже когда ехал по Норвегии, я немножечко устал и просто хотелось уже домой, мне уже немножко все приелось, поэтому я сказал, так, вот досюда я доезжаю, ну, это где-то была середина страны, а потом напрямки, самым ближайшим курсом, так скажем, еду в сторону дома, поэтому я туда еще обязательно сгоняю и немножко получше поснимаю, потому что с прошлого путешествия я не снимал видосов именно на ходу с мотоцикла, с шлема, то есть, я снимал только тогда, когда я останавливался где-то. Опять же, это было обусловлено тем, что я брал с собой все по минимуму, чтобы облегчить свой багаж, ибо я ехал только со своим рюкзачком, поэтому, да, были кое-какие нюансы вот этого мода легкоходства, но в следующий раз будет лучше. Я уже, как бы, имею какой-никакой опыт в этом плане, пусть небольшой, но все же. Так, какие у меня планы на сейчас, вот именно на самое ближайшее время? Ну, самое ближайшее время я планирую, опять же, это, ну, скажем так, немножко инвестировать в мотоцикл. Это надо будет его немножко обслужить, это значит поменять цепь, колодки я уже поменял, поставил брэмбовские, о, про них сейчас расскажу, это отдельно. Да, то есть, поменять цепь, колодки. Заказал я себе все-таки небольшие кофры, то есть, кофры будут охеренные от SV Motich, они такие текстильные, но они небольшие, они реально сантиметров, может быть, 15, где-то так, может, даже меньше в сложенном состоянии, то есть, они не портят вид мотоцикла, и они реально небольшие, моя легкая снаряга туда поместится, и еще там место останется. Ну, их, опять же, при желании можно будет расширять, там это все предусмотрено, но они придут ко мне, конечно, чуть позже, это будет где-то конец февраля, дело в том, что я их заказал в Луисе, а сейчас их пока нет в наличии, будут только седьмой календарной недели, то есть, получается, в конце февраля. Так что ждем, на них я потом сделаю отдельный обзор, видос. Кстати, заказал себе... Ребят, еще раз прошу прощения за этот сумбур, я, во-первых, давно не снимал, я уже забыл, как это делается, как это кривляться на камеру, да, если честно, кривляться на камеру как бы не хочется, поэтому говорю просто как умею, как есть, вот, от души. Да, на чем я остановился? О, цепь, цепь я себе заказал. Вот, да, это тоже отдельная история. Так, напомним, колодки, цепь, сейчас расскажу. Когда я летом приехал с Норвегии, я поехал, естественно, на сервис, где я постоянно обслуживался. Обслуживался я у официалов, так как мотоцикл еще на гарантии. Ну и зашел разговор за цепь, мне там начали предлагать, что тебе надо. Ну, мы из тебя поставим цепь оригинальную, все, все дела. Я говорю, сколько будет стоить? Ну, там, цепь, получается, выходит полностью со звездами, где-то порядка 200 евро, плюс установка еще, наверное, столько же будет, потому что они там, ну, разводят конкретно, причем конкретно. Они за простейшую процедуру, которая, ну, там, 10-15 минут работы, они выставляют в счет 2 часа работы. То есть это, ну, пиздец какой-то. Ну, да ладно, про цепь. Аниму тебя поставим, все оригинально, все красиво будет. Я говорю, ребят, ну, я в Луисе могу купить за 100 евро полностью вместе со звездами. Так, ребят, за 100 евро могу купить я. Естественно, она так-то стоит подороже, но у меня есть, как бы, доступ к оптовым ценам на Луисе. Поэтому для меня немножко дешевле, плюс я еще покупаю через юридическое лицо, там еще будет минус налоги, НДС и все такое. Поэтому для меня полностью вся эта канитель выходит 100 евро. Я им говорю, ну, я могу за 100 евро на Луисе заказать, и нахера мне ваше за 200. Он мне начал втирать, этот приемщик заказов. Типа, ну, в Луисе это, типа, фигня, мы-то оригинальную закажем. Там, мол, звезда эта, прорезиненная, что там с демпфером, все дела, там все супер-пупер. А там неизвестно, что купишь. Ну, да ладно, я все-таки не послушал его. Заказал себе цепь в Луисе, вот она мне недавно пришла. Сейчас покажу, вот как она выглядит. Вот в таком вот стильном рюкзачке, ой, точнее, кейсе. Бумажно, правда. Тут у нас есть звезда вот такая большая, маленькая, и сама цепь. Что из себя представляет этот набор? Я был реально приятно удивлен. Ну, я думал, что там будет без демпфера и все. Оказывается, цепь за 100 евро, которую я купил, она имеет X-Ring. А это тоже хорошо. Вроде как, X-Ring лучше, чем O-Ring. И плюс у нее маленькая звезда с демпфером. То есть, получается, меня хотели, как обычно, на официальном сервисе, тупо наебать и развести. Если бы я их послушал, бы сказал, о, у них там с демпфером, а там без демпфера. Я бы, конечно, заплатил бы в три раза дороже за все про все. Грубо говоря, зачем? Когда в Луисе я за сотку получил то же самое. То есть, звезда с демпфером X-Ring. То есть, классно. Поэтому, ну, их нахер этих официалов. Что касается тормозных колодок. Я поставил себе Brembo синтетический. Долго думал, какие поставить. Читал там всякую хрень на форумах. Какие лучше. Вот пишут, что синтетика, она вроде как диск сжирает и все такое. Кстати, да, опять же, вернусь, вернусь, опять же, к этой теме и официалы. Когда я был, опять же, летом, тоже речь зашла о колодках. Они мне, что сказали? Дружище, тебе надо менять диски. Тормозные диски спереди. Я с какого перепугу менять диски? Ну, дело в том, что там они что-то шоркают. То есть, они у тебя, по ходу, дело кривые. Ну, действительно, было, когда мотоцикл катишь. И такие, как бы, прошаркивания было. Такое ощущение, будто как будто у диска восьмерка. Но меня это особо как-то не напрягало. Ну, потому что это был мой первый мотоцикл. И я не знал, как оно должно быть. И тормозило. Ну, вроде тормозило и все. Как бы. И тоже он мне, типа, ну, давай диски менять. Я говорю, идите в жопу со своими дисками. Потому что там за диск надо что-то. А сам диск только 200 евро будет заплатить. Плюс еще их установка. Ну, в общем, надо будет полмотоцикла стоимости отдать, чтобы поменять диски и тормоза. Я сказал, не надо. Я заказал на том же Луисе. Заказал себе Брэмбовские синтетические колодки. Это красные колодки. Ну, и они вот у меня лежали. Я чувствую, что вот уже их пора менять. Ну, и решил их сам поменять. Думаю, там плевое дело. Начал лезть. А там оказалась такая головка нестандартная. Она такая, как волнистая звездочка такая. У меня такого ключа головки не было. К сожалению. Ну, что делать? Поехал опять к своим официалам. Я говорю, поменяйте колодки. Все. Ну, они поменяли мне их. И знаете, что самое чудное? Вот это вот шерканье передних дисков, оно исчезло. То есть, мотоцикл стал даже вот его руками, когда катаешь, оно как-то легче стало. То есть, проблема с дисками ушла. То есть, дело, оказывается, было все-таки в тормозных колодках. Может, они там как-то перекосом стояли или еще. Я понятия не имею. Или, может быть, когда я прокатился, диски так шлифанулись, что там все выровнялось. Я не знаю. Но факт то, что мне предложили менять диски еще на этапе, когда родных колодок было, ну, только половина. Понимаете? То есть, у меня, получается, как бы диски износились раньше, чем колодки. Ну, это бред. Поэтому я очень рад, что я не послушал этих официалов. И сделал все по-своему. Когда я менял себе хвост номерной, я тоже сначала думал, ну, поеду к официалам, там пусть подключит. Они мне тоже начали затирать какую-то дичь, что у нас там какая-то сверх супер там какая-то водонепроницаемая пайка. Ну, эта пайка, знаете, такая, блядь, такой. Мама, папа, чук, и такой кембрик сверху, блядь. Вот это водонепроницаемая пайка. Ну, они по ушам-то ездить умеют. Я их тоже не послушал. А они мне еще сказали, что работать этой работы будет на два часа или два с половиной. То есть, ну, у них час работы 70 с чем-то евро. Ну, вот и считайте, сколько бы мне это встало, только установка. В итоге я сам купил, все по инструкции сделал. Ну, где-то за час я сделал. И то, если бы я это делал каждый день, я бы это за 20 минут сделал. А они, вот тебе представляете, да, профессионалы, которые этим занимаются чуть ли не ежедневно, они за такую пустяковую работу выставляют в счет два-два с половиной часа. Хотя работают там на 15-20 минут, грубо говоря. Тем более, если ты уже знаешь, что делать и как. Так что опять сэкономил кучу бабла. Поэтому, как бы, что касается официалов, я вообще, как бы, сейчас в них разочаровался. Да, это уже и говорилось неоднократно, что официалы дерут, им же надо содержать всю эту богадельну, так скажем. Куча ненужного персонала, грубо говоря, которые там просто ходят и ничего не делают. Кто должен платить? Потребитель. Поэтому я сейчас буду искать какой-нибудь сервис в Берлине. Мне тут посоветовал один коллега по работе, один свой сервис, где он обслуживается. Я туда звонил, и цены меня, в принципе, приятно удивили. Потому что я звонил, узнавал, сколько будет поменять цепь. То есть ценник там был что-то 70 евро, мне сказали. Хотя у тех же официалов будет в два раза дороже. Поэтому я... Так, вот. Дальше. Опять же, ребята, прошу прощения за сумбур, что вот так сейчас не организовано. Просто это видео было вообще спонтанно, не запланировано. Да. Про колодки я рассказал, про цепь рассказал, про кофры я рассказал. Да, дальнейшие планы. Дальнейшие планы, какие у меня будут на лето. Ну, летом у меня будет отпуск, это по-любому. Ну, куда-нибудь-то я все равно съезжу, это тоже как бы по-любому. Ну, просто я еще пока не решил, куда. В сторону юга или опять туда на север. Как бы тут у меня еще все открыто. Если кто-то из Германии, из Берлина хочет прокатиться совместно, если там есть какие-то предложения, пишите мне. Может быть, скооперируемся, с компанией съездим без проблем. Как вариант. Так что вот такие вот дела. Дальше. Да. Ну, собственно, пока все. Если у вас какие-то вопросы будут, я не знаю, если хотите, я могу сделать раскоробкинг вот этой цепи. То есть, показать вообще, что там да как. То есть, если есть желание, если есть интерес, если вы досмотрели этот видос вот именно до этого места, то пишите в комментариях, хотите, нет. Ну, естественно, когда придут мне кофры, то я обязательно не сделаю. Во, ребят, опять же, блядь, про кофры. Чем бы мне полезны были кофры именно в поездке в Норвегию? Об этом я расскажу, наверное, в следующем видео. Потому что вряд ли кто-то, многие из вас досмотрят видео до этого момента. А он, может быть, получится интересным. Все-таки это как бы мой личный опыт. Ладно, все, ребята, всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видосах. Не теряйте до связи.